Лавочки во дворе подождут. С программой 50+. Йогу важно не уметь ступни ставить правильно и наклоняться ниже, чем другие. Главное – серьезность преодолеть и с радостью выполнять асаны, сказал учитель йоги Рос Стив. Новичка никто не заставит скручиваться в узлы. Наоборот, йога учит расслаблению. К тому же ей можно заниматься в любом возрасте, уверена кировский тренер Регина Верховая. Она ведет занятия в группе для тех, кому за 50. В йоге главное – желание самого человека заниматься и постичь ее. Я смотрю на самих людей, на их возможности, на группу. Какие-то облегченные варианты. Но в принципе, в целом, если так посмотреть, эти же упражнения делают и более молодые люди. Просто у каждого свой уровень возможностей, своя определенная гибкость. Конечно, начинаем с малого и постепенно, уже по мере развития, мышц каких-то растяжек, можно что-то дальше уже делать. Ну, как известно, с телом и психикой связаны. Все эмоциональные переживания, они в теле отражаются. И говорят, какое тело, такой ум. То есть работая с телом, меняется мышление, меняется эмоциональная составляющая. Занятия йогой сжигают калории, укрепляют мышцы, развивают гибкость и огромный заряд энергии дают, говорит Регина Верховая. Конечно, человек выходит отдохнувшим, расслабленным, более таким сконцентрированным, спокойным, уравновешенным. Конечно, он позитивно влияет на любого человека. Если правильно заниматься, по правильной технологии, это важно. Тонус тела обретается. Если, например, есть напряженные участки тела, они расслабляются. Это благодаря разным занятиям. И вот за счет комбинирования упражнений, прорабатываются разные группы мышц, в итоге баланс приходит человек. В основном упражнения в йоге медленные и плавные, но такая статичная нагрузка, говорят специалисты, организм в тонус приводит не хуже, чем 20-минутная пробежка. Все это подтверждают и те, кто занимается в группе по йоге на профсоюзной 4-9 в рамках проекта 50+. Елена Александрова со спортом по жизни, связанная с детства в художественной гимнастике, в 40 лет начала профессионально танцевать. И сейчас она, как кандидат в мастера спорта, понимает, без занятий физкультурой, когда тебе за 50 обойтись нельзя. Появляется энергия, появляется желание жить, появляется желание работать, настроение. То есть это настолько важно для любого человека в любом возрасте. Это очень помогает здоровью, потому что мышцы, они имеют свойство сокращаться и уже получается ограниченность движений. Меньше даже ростом человек становится и становится труднее жить, труднее ходить, труднее дышать даже. Здесь ты распрямляешься, все органы приходят в порядочное состояние. Начинается растяжка мышц, и ты чувствуешь себя намного моложе. А молодость – это ведь не только красота внешняя, это легкость и движений, и мыслей. Именно ее ощущает Екатерина Нехорошкина после занятий йогой. Ощущение, не преувеличивая полета, у меня есть после каждого занятия. Может быть, на всю неделю не хватает, но достаточно надолго. Вот такие ощущения, ощущения восторга. Дома уже тоже хочется сесть в определенную позу. Даже с внучкой некоторые упражнения повторяем, изображаем. Ей скоро четыре. Ей тоже нравится. Гимнастика-то дома, конечно, присутствует, но не такая мощная, активная. Я много хожу пешком. Ну, как-то жить хочется. И это желание жить и жизни радоваться спорт дарит вдвойне. Благодаря физкультуре и правильному питанию эти кировчанки выглядят гораздо моложе своих лет, а их энергия заряжает всех вокруг. О том, как осуществить свои мечты, когда тебе за 50, рассказывала Мария Кожевникова. 50 Плюс КОНЕЦ 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 Продолжение следует...